В числе участников также были губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор Края Леонид Корженек. Как отметил заместитель генпрокурора России, за полтора года за террористические преступления осудили около 500 человек. Всего же в судах рассмотрели около 400 уголовных дел. Крайную беспокойность вызывает широкое распространение и насаждение экстремистской идеологии, в первую очередь среди молодежи. Противостояние этому злу является приоритетом в работе всех органов государственной власти и правоохраны. Сохранять стабильность на Кубани позволяет выработанная годами система безопасности, рассказал в свою очередь Вениамин Кондратьев. К охране порядка привлечены не только полицейские и силовики, но и муниципальная власть, казаки и общественность. Однако, по мнению главы региона, в нынешнее время важно не снижать бдительности. Как и по всей стране, в Крае еще сохраняется террористическая угроза и противостоять ей возможно только объединив силы, призывал Вениамин Кондратьев. Позиция и моя, и прокурора Края, начальника ФСБ, начальника МВД по Краю в том, что сегодня власть тоже не должна переваливать вот эту всю ответственность и всю работу только на правоохранительный блок. Там, где власть безразлична к проблемам населения или в целом проходит мимо проблем даже отдельно взятого человека, вот мимо этой проблемы не пройдут так называемые вербовщики. Поэтому здесь только все вместе, всем миром, как говорится, и всем блоком правоохранительным, органами власти мы можем справиться и предотвратить беду, которая, конечно, ходит где-то, но зайти пока в наш регион, я говорю только про наш регион, не может, только совместные действия. После прошла уже закрытая для СМИ часть совещания. На ней правоохранители обсудили усиление мер по противодействию террористическим группировкам.